Здарова! Заждался? Как ты понял, сегодня у нас очередное путешествие. Так что собирай всё самое необходимое и вперёд в прошлое! Я заметил, ты часто хочешь порубиться во что-нибудь с дружбаном. А кооперативных игр просто на пальцах сосчитать. Специально для вас я нарил кое-что стоящее. Накаченные мужики! Огромные стволы! Звучит как описание порно. Но нет, это описание крутого мультиплеерного экшена на двоих под названием Gun Bros. 2. Перси и Фрэнсис, два накачанных мужика, которые решили, что они способны дать отпор киборгам. В твоём распоряжении куча стволов, на которые можно ещё и устанавливать по три модуля различных апгрейдов. Ты сможешь взять под управление танки, которые разрывают и давят врагов. А самое главное, это огромные эпические боссы, которым вы сможете искать, так сказать, индивидуальный подход вместе. Я давненько не видел хороших экшен-платформеров. Тем более про лемуров. А тем ещё более про лемуров-убийц. Найдя такой, можно сказать, редкий артефакт в прошлом, я просто не мог с тобой не поделиться. Ведь Project 83113 просто удивительный платформер. Раса, похожая на лемуров, порабощенная роботами, решила втайне создать биохимическое существо по имени Билли, которое освободит их от рабства. Особый четырёхрукий лемур под номером 83113 за счёт своей мутации способен комбинировать множество видов оружия, а ещё скользить и прыгать по стенам. Тебя ждёт множество секретов, необычный сюжет и уйма зубодробительного геймплея. Я просто обожаю игры, в которых можно почувствовать себя богом. Сжигать, топить, истреблять всеми возможными способами. Особенно, если они решились построить башню высотой до неба, на котором меня, конечно же, нет. Но всё равно эти уроды себе слишком много позволяют. Babel Rising 3D – игра поистине библейских масштабов. Как ты, наверное, помнишь, когда-то давно людишки осмелились построить Вавилонскую башню, чтобы достать до бога. Богу такое не понравилось, он разрушил башню и смешал языки людей так, что кому-то и не пришлось учить английский. Пользуясь ветром, землетрясением, огнём, молниями и прочими стихиями, ты будешь нести кару божью, дабы ничтожные людишки не закончили строительство. Но не думай, что у них нет своих шаманов, способных дать тебе отпор. Тебя когда-нибудь похищали? А ты кого-нибудь похищал? Я вот похищал. Чувак, вырежешь это, да? Окей. В этой игре у тебя будет возможность похищать не только людей, но и зверей. Prob the Humans — это великолепная аркада, в которой тебе предстоит, не отрывая пальца, похищать людей, коров, свиней и прочие виды живности. Казалось бы, всё просто, но есть куча сложностей. Во-первых, не обойдя посторонний предмет, НЛО засосёт его, либо, по крайней мере, попытается это сделать, что приведёт к незамедлительной поломке и проигрышу. А во-вторых, ты только погляди на этот дурдом. Твой путь будет постоянно преграждать различный мусор, парканы, пожарные машины, полиции и танки. Вдобавок ко всему следует успевать собирать монеты, ведь без них твой корабль не сможет достичь высоких показателей похищения. А помнишь, как зарождались свайп-файтинги? Эх, были времена. И ведь это было не просто задалбывание планшета до изнеможения. В них был и сюжет, и интересный геймплей. А самое главное, этот душа. И в Хорн она точно есть. Ведь тут великолепный сюжет, раскрывающий таинства английской мифологии. Ты играешь за мальчика-кузнеца, который, очнувшись, оказывается в разрушенной деревушке, окружённой странными монстрами, побеждая которых ты будешь освобождать заточённых в них животных и людей. Но сражение далеко не самое главное в Хорн. Тебя ждёт множество интересных головоломок, мини-игр и захватывающих приключений. Ведь в твоём доступе не только свайп да тап. Помимо прочего, герой может свободно передвигаться по открытому миру, изучая все его закоулки и знакомясь со сказочными персонажами. В игре замечательное звуковое сопровождение, запоминающийся сюжет и восхитительная графика по сей день. А на сегодня это всё. Надеюсь, тебе понравилось. Не забывай поставить лайк, качать игры с нашего сайта бесплатно и смотреть пропущенные видео. До скорого! Так что собирай всё самое необходимое и вперёд в прошлое!